Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капремонт и замена лифтов, благоустройство территории. Глава Кировского района Игорь Рудаков провел встречу с жителями дома по адресу Ташкентская, 86. Футбол – это их хобби. Призвание – охрана правопорядка. В Самаре стартовал традиционный турнир на Кубок региона по мини-футболу среди сотрудников госавтоинспекции. Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам. Глава региона отметил, что это одно из религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Богу, о милосердии Всевышнего, о важности уважения к ближнему и оказания помощи друг другу. Именно эти ценности помогают преодолеть любые трудности, достойны пройти переломные этапы истории. Курбан-Байрам отмечают представители разных народностей. Для Самарской области это большой общий праздник добра, братства и духовного совершенствования. Давние и прочные связи между исполнительной властью региона и мусульманской общиной области служат объединению всех самарских мусульман, развитию межнационального и межконфессионального диалога. Совместные заботы и праздники помогают укреплять народное единство, создавать условия для гармоничного развития подрастающего поколения. Проверить состояние детских садов и школ, которые не так давно были отремонтированы и отстроены. Такую задачу перед администрацией города и профильным министерством поставил глава региона Дмитрий Азаров в рамках губернаторского контроля. Накануне объекты образования осмотрели глава Самары Елена Лапушкина и специально созданная комиссия под руководством министра образования и науки Виктора Акопьяна. О мониторинге состояния здания репортаж Ольги Павловой. Мы ввели в эксплуатацию это здание 3 апреля, нам всего лишь 3 месяца. 3 месяца. Ну вот за эти 3 месяца мы должны посмотреть по поручению губернатора, каким образом вы эксплуатируете, есть ли какие-то вопросы к вам подрядчику, который совершил данный ремонт. Осмотр объектов образования начинается с детского сада номер 3 в Долотном переулке. Заведующая дошкольным учреждением Лариса Селькова отмечает, что для густонаселенного Куйбышевского района обновление здания стало настоящим подарком. В рамках нацпроекта «Демография» детский сад капитально отремонтировали буквально за год. Здесь появились методический кабинет, кабинет учителя-логопеда и логопеда-психолога, спортивный и музыкальный залы. Электропианино, которому можно не просто играть, но еще записывать музыку, потом ее воспроизводить. Синтезатор – очень удобная вещь, можно заниматься не только в музыкальном зале, но еще и берем с собой и в группах. Осмотрела проверяющая комиссия детский сад номер 4 на Осетинской, который отстроили в рамках нацпроекта «Демография» и ввели в эксплуатацию в феврале 2020 года. Дошкольные учреждения оснастили всем необходимым – медицинским, кухонным блоком, залами для занятий и даже психолого-логопедическим центром для работы с детьми, которые испытывают трудности в общении и в обучении. Для маломобильных воспитанников сделали широкие дверные проемы, поручни, установили грузовой лифт для поднятия готовой пищи на второй этаж. Да, мы немножко обжились, у нас стало уютно. Мы стараемся, чтобы детский сад, каждая стена, уголок носила развивающий характер. Большая работа ведется и в относительно новом для Самары поселке Волгарь. Буквально в двух минутах ходьбы от детского сада номер 4, что на Осетинской, строится новая школа. Общеобразовательное учреждение будет состоять из пяти блоков. Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре этого года. Большое внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет вопросу привлечения средств из федерального бюджета. Школа очень нужна в Куйбышевском районе Волгарья. Мы ее очень долго ждали, пока федеральный бюджет нам поможет. Было заключено концессионное соглашение. Сейчас подрядчик Самарский и в том числе федеральный оператор возводят эту школу. В сентябрь 2024 года школа примет своих первых учеников. Проверили по поручению главы региона Дмитрия Азарова и 29-ю Самарскую школу, где в 2022 году при поддержке регионального правительства был проведен капитальный ремонт столовой и пищеблока. В планах на будущий год ремонт входной группы. А вот в детском саду 123, что на Запорожской 28, куда также приехала проверяющая комиссия, уже вовсю идут занятия с малышами. С 2015 по 2022 годы учреждение было закрыто на капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Демография». Свои двери для ребят обновленный детский сад распахнул в феврале 2023 года. Сейчас в учреждении созданы все условия для безопасного пребывания воспитанников. Сад пользуется спросом. И, сами понимаете, открытие ясельных мест позволяет ребят отдавать раньше в детский сад и родителям выходить на работу. Мониторинг состояния отстроенных и отремонтированных объектов образования показал, что серьезных замечаний к учебным и дошкольным учреждениям нет. Все выявленные косметические недочеты будут устранены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств до начала нового учебного года. Искренне радует, что серьезных замечаний нет ни в одном объекте. Да, в период эксплуатации, конечно, есть ряд замечаний, но это совершенно все легко устранимо. И максимальный срок устранения этих замечаний – 1 сентября к началу нового учебного года. Часть подрядчиков справится гораздо раньше. После осмотра учреждений образования глава города Елена Лапушкина и министр образования и науки региона Виктор Акапьян встретились с педагогами, учениками и родителями в 10-й Самарской школе, где обсудили актуальные и волнующие вопросы, в том числе модернизацию образовательных учреждений. По поручению губернатора Дмитрия Азарова осмотр отстроенных и отремонтированных объектов продолжится. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В областной столице состоялась торжественная церемония чествования выпускников-медалистов. Глава Самары Елена Лапушкина вручила золотые медали за особые успехи в учении и памятные подарки от губернатора и администрации города 23 выпускникам. В событии также приняли участие председатель городской думы Алексей Дегтев, заместитель главы города, руководитель департамента образования Ирина Каковина, председатель общественного совета по вопросам образования городского округа Самары Наталья Толстых, а также руководители образовательных учреждений и родители выпускников. С подробностями Светлана Кудрявцева. За особые успехи в учении самарским выпускникам-отличникам в торжественной обстановке вручили медали. Вчерашних школьников поздравили глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Они пожелали ребятам успешного поступления в вузы и достижения новых высот. Безусловно, это наша самарская гордость, и каждый год, вручая медали, меня переполняет чувство радости, гордости. Я понимаю, что у Самары замечательное, светлое будущее. В этом году в Самаре 4618 выпускников 11 классов. 839 выпускников удостоены медали за особые успехи в учении. 96 выпускников из 59 образовательных учреждений в этом году получили 100 баллов по ЕГЭ. Причем 7 выпускников набрали высшие баллы сразу по двум предметам. Конечно, это такая самоотдача, это такое, в свое родное, самопожертвование. Время, которое отведено, может быть, на некие другие развлечения, ребята посвятили непосредственно учебе. Всем присутствующим родителям благодарен. Конечно, это педагогическим коллективам. После вручения медалей, дипломов и памятных подарков от губернатора и администрации Самары выпускники смогли пообщаться с главой города, задали интересующие вопросы. Глава Самары Елена Лапушкина напомнила, что с прошлого года в регионе действует новая мера поддержки, которую установил губернатор Дмитрий Азаров. Абитуриенты при поступлении в самарские вузы получают денежную выплату. Наше высшее учебное заведение, безусловно, достойно того, чтобы лучшие выпускники школ в них учились. Поэтому выбирайте совершенно точно, здесь вы будете востребованы. Илья Творянчиков собирается поступать на юриспруденцию. Сдавал по выбору историю английские общества знания. По всем предметам получил высокие баллы, а по обществу максимальные 100. И хотя усердно готовился, все равно результат приятно удивил. Четыре часа утра я увидел, сразу перезагрузил сайт, потому что не поверил. Думал, что ошибка какая-то. А потом свыкся, удивился, радовался, всю ночь не спал. Валерия Воронкова мечтает быть журналистом. И к окончанию школы уже успела стать победителем всероссийского конкурса «Большая перемена», который реализуется в рамках нацпроекта образования, и победителем Олимпиады по журналистике Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Конечно, это огромная честь. И это очень важно, мне кажется, для даже собственного удовлетворения, на самом деле, когда ты всю жизнь учишься только на «Отличный», и потом тебе дают такую ценную награду, как золотую медаль, а еще ее вручает глава города. Ну, это просто огромная честь. В завершении встречи выпускники сделали памятные фото с Еленой Лапушкиной, Алексеем Дюктивым, родителями и педагогами. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Капремонт и замена лифтов, благоустройство прилегающей территории, правила пользования новым стадионом на улице Ташкентской. Эти и другие вопросы глава Кировского района Самары Игорь Рудаков обсудил с местными жителями. На встречи побывала наша съемочная группа. Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков провел встречу с жителями дома номер 86 по улице Ташкентской. Ранее такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров во время посещения строительно-энергетического колледжа, который находится по соседству с многоэтажкой. На собрание пригласили актив дома, областные ведомства, представители городских департаментов, фонд капремонта и управляющую компанию. На повестке мы обсудили самый основной и сложный вопрос – это выполнение работ фондом капремонта, потому что ситуация затянулась с 2014 года. Недобросовестные подрядчики банкротства, соответственно, уход с рынка и невозможность вести претензионную работу. На сегодняшний день фонд отчитался по срокам новых конкурсных процедур. В ближайшее время новый подрядчик приступит к выполнению, так скажем, и устранению замечаний по предыдущим видам работы. Обсудили серьезный вопрос по состоянию лифта в доме. Одна кабина с давних времен отсутствует, а вторая тоже в нерабочем состоянии. Дом попал в программу губернатора по замене лифтов. По оптимистичным прогнозам, до конца октября объект будет сделан. Еще один вопрос – использование нового стадиона, который строится на областные деньги, выделенный главой региона Дмитрием Мазаровым. Жители переживали, что могут остаться без доступа к спортивному объекту, который относится к энергетическому колледжу. С руководством колледжа принято решение, что доступ к жителям будет свободен. Единственное, определенные будут правила пользования этим объектом. Сегодня установлена система видеонаблюдения, которая подключена к системе безопасных городов ГУВД Самарской области. Заканчивается строительство стационарного пункта полиции. Все решения, которые принимались ранее губернатором, они выполняются в срок. Дополнительно приняли решение построить в районе стадиона небольшую зону для малышей и их родителей, где появится детская песочница, мафы, лавочки для отдыха. Один из вопросов – межевание территории. Собственником земли, на которой стоит дом, является колледж, но жители хотят перевести ее в муниципальную собственность. Пока приняли решение взвесить все за и против и обратиться за комментарием в городской департамент управления имуществом. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Три бригады, два асфальтоукладчика, семь катков и другая техника. В Самаре продолжается ремонт на улице Красных Коммунаров. Работы выполняют на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для скорейшего завершения и обновления объекта производственные мощности усилили. О том, как справляются специалисты, расскажет Ксения Баканова. В Самаре в ночь на 28 июня на улице Красных Коммунаров рабочие перешли к следующему этапу ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее на участке от улицы Калинина до 22-го партсъезда уже укрепили ослабленные места основания проезжей части, выполнили работы на инженерных коммуникациях. На очереди укладка нового дорожного полотна. Мы сейчас находимся на самом важном, завершающем этапе производства работы укладки верхнего слоя асфальтно-бетонного покрытия из ЧМА-16 на БОЭ. У нас сегодня работают два асфальтно-кладочных комплекса, семь катков, три бригады, порядка 20 человек рабочих и механизаторов. За одну ночь рабочие уложили более 13 тысяч квадратных метров покрытия по основному ходу дороги. Цифры немалые. По словам специалистов, такой высокой производительности труда удалось добиться благодаря увеличенному количеству техники и персонала. Работа кипит, асфальт привозят своевременно. Дорожное полотно обновляют по всей ширине проезжей части. Специалисты контролируют температуру асфальта-бетона. Прямо с объекта его забирают для проведения испытаний в лаборатории. Качеству укладки уделяется повышенное внимание. За всеми процессами следят непрерывно. Специалистами выполняется отбор смеси для определения физико-механических свойств, определения колейности, зернового состава. После этого в лаборатории выписывается заключение, на основании которого и принимается данная улица. После того, как уложится уже асфальтно-бетонная смесь, производится отбор проб керноотборником и испытывается также в лаборатории. Эта дорога давно требовала обновления. Участок довольно узкий, всего две полосы. Горожане с радостью пошли навстречу сотрудникам. Оперативно убрали свои автомобили во дворы и на стоянке, чтобы не мешать ремонту. Диалог с местными жителями отлажен, благодаря взаимодействию подрядчика с представителями власти, управляющим микрорайоном, общественниками. В микрорайоне проживают 2,5 тысячи жителей. Рядом с участком ремонта расположены центр внешкольного образования, комбинированный детский сад и подростковый клуб. Ремонт дороги очень необходим жителям нашего микрорайона, так как спустя несколько лет дорожное покрытие пришло в негодность. И благодаря национальным проектам безопасной и качественной дороги данный участок будет отремонтирован в кратчайшие сроки. Сегодня в дневную смену объект также охвачен работами, трудятся на примыканиях. Улучшение дорожной инфраструктуры является одной из приоритетных задач и находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ксения Баканова, Константин Головин, Игорь Казановский. События. Снизить количество преступлений с помощью трудоустройства безработных. В Самаре прошло заседание Городской комиссии по профилактике правонарушений. Гражданам представили памятку о том, как найти работу, а также участники обсудили помощь жителям, которые состоят на различных учетах в МВД. Подробнее в следующем сюжете. Одно из главных направлений в работе по профилактике правонарушений это помогать людям, совершившим ошибки, вернуться в общество и вновь социализироваться, показать, что есть законы и способы наладить свою жизнь. Для этого в Городской администрации разработали специальную памятку, которая поможет устроиться на работу. Ее будут раздавать людям, которые состоят на различных учетах в МВД или отбывают наказание в системе ФСИН. Буклет презентовали на заседании профильной комиссии. Обсудили на заседании работу с несовершеннолетними гражданами, которые также состоят на учете в своих школах или полиции. Таких ребят стараются занять внеучебной деятельностью, для них доступна возможность устроиться на подработку в каникулярное время, бесплатно ходить на различные кружки и спортивные секции. Кроме того, молодежь вовлекают в волонтерскую деятельность, чтобы свои силы ребята направили на помощь другим и увидели, насколько это важная работа, которая приносит радость и удовлетворение. В течение года специалисты учреждений молодежной политики, которые имеют юридическое образование, проводят правовые консультации, семинары, практикумы, выставки для молодежи. Тематика мероприятий формируется на основе актуальных событий в стране и запросов потребностей в информацию от самой молодежи. Также на заседании комиссии рассмотрели статистику преступлений и обсудили продолжение работы, направленной на профилактику правонарушений среди жителей города. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Шесть жизней оборвались в аварии на трассе А-300. Самара, Большая Черниговка, граница с Казахстаном в Большеглушицком районе. Там столкнулись легковой автомобиль Hyundai Elantra имени Венхонда. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легковушки на полосу встречного движения, сообщил начальник региональной ГИБДД Юрий Некрасов. В результате аварии погибли водители, четыре пассажира легкового автомобиля, а также один пассажир минивена. Еще восьмерым пострадавшим потребовалась помощь врачей. Самая дорогая авария произошла в Самарской области рядом с Изранью. В результате столкновения двух автовозов пострадали более десяти новых легковых автомобилей. По словам очевидцев, был и третий участник ДТП – фура. Ее кузов тоже пострадал от удара. Подробности происшествия на данный момент уточняются. А теперь коротко о других темах дня. Российские регионы получат дополнительное финансирование на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. На это выделено 7,5 миллиардов рублей. Говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России. Эта мера социальной поддержки рассчитана на инвалидов, ветеранов боевых действий, жертв радиоационных и техногенных катастроф. Компенсация будет составлять 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Всего на эти расходы в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено 105 миллиардов рублей. В Самарской области будут штрафовать уличных попрошаек. Депутаты губернской думы поддержали поправки в областной закон об административных правонарушениях, вводящий соответствующий вид наказания. На приставание гражданам в общественных местах на территории региона введен запрет. Теперь за попрошайничество предусмотрена административная ответственность, включая ответственность за повторное совершение правонарушения. Штрафы составят от 1000 до 2000 рублей, а за повторное нарушение до 5000 рублей. Страшное ДТП произошло в Самарской области. Дорогу не поделили автобус МАЗ и отечественная легковушка. От удара у автобуса деформировался порог и выбило двери. Лада Гранта получила более серьезные повреждения. Автомобиль буквально сложился в гармошку. Водитель легковушки находится в больнице. Обстоятельства аварии уточняются. На каждые 100 тысяч человек, живущих в Самарской области, приходится 515 страдающих онкологией. Такова статистика 2022 года. За последние 10 лет прирост заболевших составил 15,5%. Одна из причин – рост численности населения старших возрастов, который значительно увеличил показатели заболеваемости по всей стране, в том числе и в Самарской области. В 2022 году на диспансерном учете в областных медучреждениях находились более 100 тысяч онкологических пациентов. На первом месте – рак кожи. На него приходится 15% случаев. На втором – рак прямой кишки, затем следует рак молочной железы, легковой и предстательной железы, а также желудка. При этом за последние 10 лет в Самарском регионе вырос показатель выявления онкологии на ранних стадиях. В прошлом году он составил 61,5%. Благодаря реализации нацпроекта здравоохранения и входящей в него региональной программе, онкологическая помощь в 63-м регионе постоянно совершенствуется. Особое внимание уделено профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний, совершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений, подготовке квалифицированных специалистов. Аутоиммунные заболевания могут проявиться в любом возрасте. Образ жизни, стресс или перенесенная ранняя инфекция часто становятся причинами недугов. Специалисты призывают быть внимательными к себе и не заниматься самолечением. Острые симптомы требуют консультации врача. Тогда можно будет уже на ранней стадии предотвратить развитие болезни. Как добиться ремиссии в лечении псориаза и какие методы применяет в Самаре, чтобы избавить от этого кожного заболевания, узнала Галина Топилина. Все началось после сильного стресса. Алексей заметил на коже в области колен и локтей покраснения. Они зудели и не давали покоя. Чесалась и кожа головы. Вскоре небольшие покраснения превратились в пятна, покрытые белыми чешуйками кожи. После консультации с врачом-дерматологом стало ясно. У Алексея проявился псориаз. Врач назначил лечение, которое включало в себя гормональные мази и облучение ультрафиолетовой лампой. У меня узнали жалобы, у меня взяли соскоп, у меня, скажем так, опросили, ну, как сказать, болели ли у меня кто-то в семье еще. То есть отец, мать, бабушки, дедушки. Вот я сказал, у меня болеет отец похожим заболеванием. Если брать вот именно лампу, у меня, наверное, эффект появился спустя пять процедур. Ушли почти что пляшки на коже. По словам медиков, псориаз – аутоиммунное хроническое заболевание кожи. После постановки диагноза пациенту минимум три раза в год следует посещать дерматовенеролога. В случае обострения назначается терапия. Сейчас Алексей проходит повторный плановый курс лечения. На данный момент у нас происходит УФБ-терапия 311 нанометров. Это УФБ-расческа. Метод удобен тем, что, во-первых, локальное облучение происходит у нас на коже власти с части головы. Ну и также проникновение, то есть сама расческа помогает также отшелушивать орговение, то есть чешуйки кожи. Ну и, в принципе, дает достаточно быстрый и стойко долгий результат. Псориаз передается по наследству и может проявиться в любом возрасте. Стресс, неправильный образ жизни, инфекционные заболевания, переохлаждение или солнечные ожоги могут стать провоцирующими факторами для развития болезни. Оттягивать визит к врачу не стоит, отмечают эксперты. В тяжелых формах псориаз может затронуть и суставы, вызвать их деформацию. Болезнь опасна тем, что в запущенном состоянии может привести к инвалидности. Самарский областной кожно-венерологический диспансер оснащен современным оборудованием и препаратами, доказывающими свою эффективность в лечении псориаза в период обострения. Для особо сложных случаев, где требуется ежедневный контроль и процедуры, предусмотрена помощь в стационаре. Помощь по профилю дерматогенерологии мы оказываем согласно порядкам, стандартам и федеральным клиническим рекомендациям. То есть существует такая, мы ее так называем ступенчатая терапия, от наружной терапии до геноинженерных логических препаратов. Наш диспансер оснащен всеми видами ультрафиолетового облучения. То есть это UVA, UVB, это PUVA и UFB. Расчески также есть плюс локальная фототерапия. То есть когда нужно облучить все ладошки и подошвы. Дерматологи напоминают, что любые кожные изменения требуют осмотра и консультации специалиста. Врачи призывают отказаться от самолечения. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. В Самаре стартовал традиционный кубок региона по мини-футболу среди сотрудников госавтоинспекции. Двухдневный чемпионат посвятили 87-й годовщине со дня образования службы ГАИ ГИБДД. За звание сильнейшей сразятся 14 команд со всей области. Открытие соревнований и первые поединки увидела наша съемочная группа. Они не профессиональные футболисты. Их призвание – охрана правопорядка. Однако игра помогает поддерживать тонус и оставаться в хорошей физической форме. Эти качества особенно важны для инспекторов ГИБДД во время несения непростой службы. В этом году традиционный кубок Самарской области по мини-футболу среди сотрудников госавтоинспекции посвятили к идовщине образования службы ГАИ одного из подразделений МВД России. Чемпионат проходит в преддверии знаменательной даты. Праздник отмечается 3 июля. В этом году мы отмечаем 87 лет со дня образования. В 1936 году служба была организована. Для каждого ветерана и действующего сотрудника это особая знаменательная дата. Мы, безусловно, к этому событию всегда готовимся. И вот в преддверии дня образования службы ГАИ мы уже в 11 раз на территории Самарской области проводим турнир по мини-футболу. За звание лучшей в этом году сражаются 14 команд со всего региона. В Самару представляют три претендента. Городской полк ДПС, отдел ГИБДД муниципалитета и сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения госавтоинспекции. После жеребьевки выяснилось, что три самарские команды сразятся между собой. По итогам первой игры уверенную победу одержала команда полка ДПС. На поле мы все равны и бьемся за каждое за свое подразделение. Приходится играть вне службы, в личное время, в основном в позднее время, в 9-10 часов, когда у нас послушные граждане спят, отдыхают. И мы в это время выбираем время заниматься спортным футболом. Чемпионат среди сотрудников госавтоинспекции продлится два дня. За это время определят команды, занявшие призовые места. Также наградят и участников. Они получат памятные подарки, кубки и дипломы. Чествовать будут и победителей номинаций турнира. Их в этом году четыре. Лучший вратарь, защитник, нападающий и лучший игрок. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. В этом году столичный хоккейный клуб ЦСКА второй сезон подряд стал обладателем главного российского трофея – Кубка Гагарина. По традиции, летом игроки привозят награду в свои родные города, чтобы их персональные болельщики могли сфотографироваться с кубком. В Самару его привез уроженец волжского города, нападающий Тахир Менгачев. Андрей Горгуленко не упустил возможность пообщаться с игроком и увидеть заветную чашу. 25-килограммовый кубок Гагарина Тахир Менгачев привозит в Самару к себе на родину второй год подряд. В этот раз игрок московского ЦСКА волнуется гораздо меньше. Сначала показал кубок губернатору Дмитрию Азарову. Затем привез к родителям домой и в политехнический университет, где продолжает учиться. А теперь по традиции выставил для фотографий с болельщиками. Хоккеист признается, вторая победа была менее эмоциональной. Тем не менее, выиграть кубок в третий раз подряд и войти в историю – основная задача на новый сезон. Рядом с главным российским хоккейным кубком самарские болельщики могли увидеть еще один – Кубок Федерации. Его завоевал самарский клуб ЦСКА ВВС за победу в первенстве в ВХЛ. Команда заработала повышение во второй по силе российский дивизион. Теперь игр будет гораздо больше, а потому к новому сезону игроки уже начали подготовку. Пока отпуск, но уже индивидуально почти все начали заниматься, готовиться к сбору, потому что тяжело будет здесь без подготовки ходить. Гости смогли не только сфотографироваться с кубками, но и получить фотокарточки с автографами Тахира и хоккеистов самарской команды. Какая команда займет место на следующей шайбе на Кубке Гагарина, мы узнаем в конце предстоящего сезона. Быть может, Тахир привезет Кубок в Самару в третий раз подряд. А может, Толятинская Лада после возвращения в элиту российского хоккея добьется выдающихся результатов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Администрация Самарского района в телеграм-канале рассказывает, что для учеников школы 63 прошел мастер-класс по настольной игре «Жульбак». Дети проявили большой спортивный интерес к настольной игре и с каждой попыткой улучшали свои навыки меткости закатывания деревянных фишек в специальные лузы на доске, ставя все новые и новые рекорды в наборных очках. Администрация района планирует и дальше проводить такие мероприятия, пропагандируя здоровый образ жизни у детей и подростков. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской предлагает горожанам принять участие в конкурсе «Лето в Самаре». Для этого нужно прислать в чат фотографии нашего города, цветущие парки, скверы, волжские закаты, летние фестивали и многое-многое другое. Самые красивые снимки будут опубликованы в телеграм-канале администрации города с указанием автора. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в своем телеграм-канале разместил информацию для потенциальных усыновителей. Прием граждан по вопросам подбора и усыновления или удочерения детей ведется по адресу улицы Куйбышева, 44, по предварительной записи. Для получения более подробной консультации и записи на прием можно обратиться по телефонам, указанным на экране. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин